и перелазить к животным за ограждение засовывать протягивать руки и любые дженни дженни слонов друзья услышал включил камеру начал снимать а здесь идет информационное сообщение о том что нельзя нарушать правила и какие правила нельзя слонихи раздумывают заходить им в домик или нет потому что и хочется и колется как говорится и вроде и на улице классному на улице реально классно солнце припекает на самом деле уже снял шапку одел очки но пока снимаю очки тоже пришлось снять потому что ну такое чудо наснимать слонов зимой просто классно у нас зима такая легенькая light версия чуть-чуть пару дней дождик ветерок и все наладилось вы посмотрите друзья какие горы везде вдалеке какое небо пару облачков и все самое главное это теплая погода и самое главное это питомцы тайгана особенно вот эти две потрясающие слонихи которые с удовольствием позируют для всех посетителей тайгана и кстати здесь самый большой в россии вольер для слонов со своим собственным озером с огромным настоящим озером класс слонихи идут на еще один заход к другому месту вольера где с ними можно будет тоже пообщаться такой день такой день друзья класс привет 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 нос привет 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 класс я в восторге вот так могу общаться со слонихой красотища у какая они просто подкупают своим вниманием и так и хочется вот обнять их потрепать где-нибудь почесать за ушком почухать хобот это невероятно просто для меня это как для малого дитя развлечения на целый день общение со слонами он солнышко блистает потрясающая картина класс я выбрал подходящий день для приезда в тайган крутые виды и классный отдых ох ты моя слониха красиво да хотелось бы мне друзья общаться чаще с этими потрясающими слонихами возможно когда-нибудь моя мечта сбудется и слоны появятся и в ялтинском зоопарке сказка и тогда возможности для общения будет еще больше и и и и и и и такая зима друзья в крыму и не скажешь что здесь зима декабрь у нас на лужайках вот везде зеленая трава на газонах на улицах тайгана яркое солнце очень теплая безветренная погода а картинка как будто весна и лето но я уже в своих видео показывал что даже магнолия суланджа уже выбросила почки и надеюсь не зацветет все-таки остановятся почки и мы увидим только аж весной цветение этого божественного цветка а пока еще несколько мгновений общения со слонами пока пока красавица слониха а я пойду дальше наблюдать за другими питомцами и кстати друзья я вот нашел ну не нашел сложно сказать вот она тут все перед глазами обнаружил огромную семью павлинов тут и павлины и цесарочку вижу они здесь все на солнышке рядом с вольером со слонами вот смотрите цесарочка оп класс вон павочка павлины вот еще две павочки ему интересно пообщаться со мной а мне интересно пообщаться с ним после общения со слонихами класс вот друзья доброта и любовь что творит павлины здесь рядом с нами рядом с людьми также гуляют по этим замечательным улицам тайгана у этого кстати павлина очень большой хвост и он уже готов наверное его распускать и показывать всем желающим а павочки очень интересно маскируются с цесарками в земле вот сразу так и не определишь что это птицы кажется какие-то холмики вот здесь они кое-где в посохшей траве прячется и очень кстати гармонично сливаются с крымской сосной и павочки и павлины и настоящий крымский лес с настоящими крымскими павлинами картины невероятные справа слон слева павлины а сзади еще вон и белоголовые сипы очень кстати редкие птицы а тут еще и черный гриф в этом вольере с сипами сипов и вижу вон они наверху сидят вольер огромнейший а вот здесь друзья и черный кайф просто классные ощущения классные эмоции все рядом налево направо посмотрел повернулся и увидел очень много интересных и разнообразных картин здесь курочки и дальше я иду в другим питомцам тайгана красота какая птица белоголовый сип они летают своем вольере сюда надо приходить и реально наблюдать тратить огромное количество времени за тем как ведут себя питомцы и я друзья не устаю удивляться этим потрясающим картинам и как всегда скажу приезжайте в парк львов тайган в белогорске и в зоопарк сказка для общения с этими питомцами пока